Следующий наш дебатчик, который не смог подойти в первой половине, пришел сейчас, и я не могу, как общество защиты интернета, а народный оператор начало с такими словами. Спасибо. Ну, всем привет. О, а так? Ну ладно, я... Да? О, правильно. Всем привет. Извините, что, как я, скорбля на бал. Ужасно хотелось все послушать и не только выступить, но день довелся совершенно форс-мажорно суетливый. А меня зовут Ранит Волков. Я сооснователь организации, которая называется Общество защиты интернета. Я не знаю, кто-то, очевидно, что-то, может быть, о нашей деятельности слышал, что кто-то не слышал. У нас есть несколько разных проектов, но я хочу рассказать про конкретный проект, про конкретное состояние дел с ним сейчас в формате такого отчета перед общественностью. Все знают, что такое Сором, все слышали и, возможно, участвовали в обсуждениях по поводу того, что с Сором на самом деле не все хорошо, что на самом деле у него, мягко говоря, не все правильно с нормативной базой, которая, вообще говоря, лежит в основе всего этого бизнеса, потому что есть закон оперативной розыскной деятельности, где написано, что государство обязанное решение за свой счет, тем не менее оборудованным лицом закупают провайдеры, плата за это перекладывается, соответственно, на пользователей и на нас с вами. Эта ситуация не очень хорошая. Ее можно, надеяться, пытаться каким-то образом поправить. Понятно, почему этим не занимаются настоящие провайдеры, никто не хочет связываться с соответствующими компетентными органами, рисковать неценить или рисковать потери своего бизнеса, который, несмотря на все ограничения с конкурентостью, для многих до сих пор остается достаточно маржинальным. Но от этого задача побороться с этой всей ерундой мне становится менее интересной. Вот, и мы в апреле этого года, 4 месяца назад, анонсировали такой проект. А давайте crowdfunding соберем деньги, замутим на него нового провайдера, чисто виртуального, у которого будет, собственно, единственная задача – пройти, судиться и пытаться всю эту практику все равно отбивать. От провайдера не будет рисковать бизнесом, клиентской базой и всем таким прочим, потому что просто всего не будет. То есть мы с открытым заправом говорим, что мы его создаем исключительно для попытки юридического взлома системы. Я хочу рассчитаться о том, что у нас к этому моменту получилось и куда мы двигаемся дальше. Ну, во-первых, первый, нулевой даже вопрос, который нам все задавали, когда мы эту штуку только анонсировали. Какой в этом всем вообще смысл? Ну, хорошо, даже добьетесь вы того, чтобы не провайдеры платили, а там, государство платило. Сон от этого никуда не денется. Им же хочется все читать там и хочется весь трафик анализировать и складировать. Поэтому вы таким образом ничего не добьетесь и никакой ситуации не увидите. Мы исходим из глубокой внутренней убежденности в том, что вот из таких штук типа сорма надо, в первую очередь, пытаться выбивать экономические базисы. Потому что все они существуют только потому и только до той поры, когда они кому-то зачем-то финансово интересны. Давным-давно уже никаких практических задач, никаких задач, соответствующих заявленным целям, они не решают и не достигают уже много лет. Ну, не знаю, там, десятки дел судебных по перепостам ВКонтакте, да, людей там закрывают только так, значит, там, за всякую ерунду. Ну что, там, сорма в этом как-то участвует? Нет, он просто приходит, ВКонтакте говорит, что это за абонент, приходит и занимает ноутбук. Говорят, что он сделал с этого ноутбука, ноутбук уничтожает, человека закрывает. Были ли какие-то, там, известные дела, там, преследования, что-то еще, где они там сором помогли, что-то там, действительно, прочитали, вскрыли и кого-то, там, поймали, показали. Нет, мне об этом не известно, за последние несколько лет, что я пытаюсь пристально следить за темой. Это же так существует для того, чтобы приносить деньги своим создателям и интересантам, ну, ровно потому, что она может. Объем этого рынка, мы выпускали несколько исследований, составляет около 8 миллиардов рублей в год, это достаточно интересная цифра. Вот те деньги, которые собираются с провайдеров, ну, а следовательно, с абонентом, с абонентом, и уходят, там, узкому кругу компаний, буквально, 5-6 фирм в стране, которые являются лицензиатами фирсбена в день исследовательствующей деятельности, и вот этот, там, кусочек, там, наверное, 8-миллиардный, между собой распитывает. Дальше никого уже не волнует эта штука работает, не работает, что-то дает, что-то не дает, там, как бы, можно задавать эритические вопросы, а что они там вообще читают, если, там, доля трафика, хоть в КВС, там, там, за 50% и стремительно растет, да неважно, могут ничего не читать. Так сказать, вполне может быть, что к этим пультом управления все равно никто не подходит, на них лежат салфеточки, сказали, что, там, абсолютно, абсолютно не удивлюсь, если это так, на самом деле. Значит, эта штука существует для другого. Именно поэтому у юридической атаки есть какие-то перспективы. То есть, если удастся, там, сделать так, чтобы это было не за счет провайдеров, а за счет государства, то это, значит, оно просто в нынешнем виде убьет, потому что государством надо денег давать не будет, и денег нет, а, как бы, базовый смысл существования этой штуки обирать у провайдеров и у пользователей. Вот. Ну, по крайней мере, мы себе такую непротиворечивую картину мира построили, и считаем, что это гипотеза, которая, там, заслуживает того, чтобы оправить. Вот. С этой идеей, значит, мы в апреле объявили о краудфандинг, прикинули, что нам надо где-то 1100 рублей, чтобы, вот, по минимуму сделать такого провайдера. Ну, то есть, получить лицензию на телематику, сделать узел связи, сдать узел связи, то включить узел связи по двум опринокам, двум провайдерам, и потом идти судиться, когда на этапе запуска узла связи к нам придут и скажут, что вот, смотрите, у вас есть лицензионные требования, предложение лицензии, вы обязаны согласовать планцором, а для этого идите в такую-то контору, купите такой-то оборудок. И вот здесь мы скажем, ну, чуваки, давайте, значит, мы с вами это обсудим, потому что мы ничего покупать не хотим, и делать этот результат. Вот, мы собрали 120 тысяч рублей, как заявлено на листа за 4 дня, были этому ужасно рады, ну, блин, или, ну, немножко короче, не попросили 200, ну, то есть, как бы, окей, когда ты заявляешь 100, а тебе налили 120, как-то должен сказать, что, ну, все, горшочек не варили, значит, как-то некрасиво про себя думаешь, что, блин. Значит, мы получили лицензию на Телематику, значит, у нас два провайдера, значит, один в Новосибирске, один в Москве, в Новосибирске мы там всем рассказали, показали, как он называется, как это тут наше публичное лицо, а в Москве у нас завелся еще один, то есть мы подружбы про трону публично не рассказываем, никто не знает, как он называется, но у нас есть еще один. Значит, мы в Новосибирске, значит, сделали узел связи, мы на прошлой неделе закончили, значит, присоединение, заключение договоровского присоединения к Думу операторов, и вот, собственно говоря, буквально в ближайшие дни идем, значит, узел связи сдавать, и начнется все самое интересное. В Москве все это движется, там, с небольшим отставанием, но, видимо, будет в России с интересами. По ходу дела мы еще немножечко перепридумали формат юридической атаки, вот в том виде, в котором мы его планировали. Мы придумали, что в той же логике, как бы выбивания экономического базиса, можно оспорить еще одну штуку. Ну, понятно, мы, безусловно, и мы это никогда не скрываем, действовали по методу сначала влезть в тему, потом разбираться, потому что по ходу обучаться гораздо эффективнее, чем на берегу. И, например, когда мы уже, пока мы получали лицензию, все делали, мы дочитались до судебной практики. В Адыгее был в девятом-десятом году, был достаточно большой судебный процесс, аналогичный местный провайдер судился. В Красноярске был в четырнадцатом-пятнадцатом году судебный процесс. То есть, нельзя сказать, что наш провайдер будет первым-перым, который пойдет. Это заявление не соответствовало бы действительности. Но мы внимательно это прочитали, что они делали, как они судились, что, на наш взгляд, они делали так, что делали не так. И нам кажется, что мы для себя смогли придумать какую-то сущностно отличающуюся стратегию, по крайней мере, еще никем не испробованы. Ну и теперь мы лучше знаем, что же для нас делают. Еще один пункт мы придумали. Мы поняли, что перед тем, как судиться и говорить, что мы не хотим ставиться за свой счет, ставиться за свой, или, там, давайте мы поставим за свой для нам федеральных назначений, чтобы не строить эти расходы, потому что государственные обязательства. Мы увидели, что есть еще одна штука, совсем базовая, вот прямо базовая базовая, которая уже сам по себе способна нести очень серьезный удар по позициям бенефициаров рынка СО. Изучая вопрос о том, как этот рынок устроен и кто на нем зарабатывает деньги. Мне не очень нравится слово «зарабатывать» по отношению поставки иностранных железок, которые наклеивают какие-то отечественные шелдики и голограммы сертификации. В общем, кто на этом говорит? Делали деньги. Мы поняли, что это не такая простая задача и никого публичного списка ансамбля нет. И это тоже нарушает закон. То есть выяснилось, что реестр лицензиатов, которые имеют право, собственно, на поставку этого оборудования, на сопровождение технического обслуживания, его, хотя и должен по федеральному закону лицензирования недельных видов деятельности, публиковаться и быть общедоступным, не публикуется. То есть его нигде нет. И он оберегается. И более того, мы написали там запрос в ФСБ, что типа дайте нам этот реестр, дайте нам выписку из реестра. Они не отвезли ее в установленные сроки. В общем, там все нехорошо. Понятно, почему так происходит. Потому что, собственно, отсутствие публичной информации о том, кто является лицензиатом и может оказывать такие услуги, и является важнейшей посылкой для того, чтобы этот рынок был абсолютно непрозрачным, коррупционным. Эти услуги оказывали за те деньги запирания. Оказывается, ты приходишь в региональное управление ФСБ, и тебе говорят, иди к тому. Ну, ты идешь к тому. Если тебе говорили там, вот реестр, у кого хочешь в долг покупай, это уже была принципиально другая ситуация. Никто даже точно не знает, сколько лицензиатов. То есть мы говорили с экспертами, мы сами это исследовали, мы делали всякие выборки там по спарку, по фокусу, где в Каинской информации о лицензии рекланируется. На самом деле данные разнятся. Сюда по всему их от пяти до семи. Но это реально вот прям тайник-тайник-тайник. Вот. Ну и не просто тайник-тайник-тайник, а в дымо и организации. То есть сейчас наш ближайший этап в Новосибирске будет такой. К сожалению, через неделю-две. Хотел бы я, чтобы я уже сейчас могу об этом рассказать, но потом напишу. Значит, мы туда придем, нам скажут, идите вот в ту контору покупайте, а мы скажем, отдайте нам весь список, пожалуйста, кого нужно купить. Они скажут, нет, нельзя, это тайник. И мы пойдем сначала про это судиться, потому что вот это прямо там, ну совсем-совсем какое-то буквальное, базовое и смешное нарушение закона. То есть это будет первый, какой-то легкий судебный процесс нашего провайдера против, значит, ФСБ и против экономических основ вот этой истории про СОР. Ну а почему все это интересно? Ну, во-первых, потому что СОР и зло, на мой взгляд, и на взгляд у моих коллег. А во-вторых, потому что мы все понимаем, что в связи с пакетами ирогой к 2018 году все это привезет гораздо больше. То есть если сейчас там пилится в год 8 миллиардов, то если все это, ну, в полной мере будет реализовано, там будет пилится сотня миллиардов. С этим надо бороться, это надо внушить зародыши. Полтора года у нас еще это есть, поэтому окажется, что мы занимаемся правильной историей. Вот то, что я хотел сейчас сказать в формате отчета, где мы сейчас с этим нашим проектом краудфандинговым провайдером. Значит, в сухом остатке двух провайдеров сделали, одного подключили, узел связи сдаем, первые суды начнутся, наверное, недели через три, и это будут пока что суды за публикацию виецов лицензиатов, имеющих право на обслуживание СОР. Потом уже по существу возмещение заправки. Вопросы, замечания, предложения?